Всем привет, мы в машине времени. Разбираемся в самых интересных событиях этого дня, заглянем в историю и вынырнем с приятными поводами для праздника. 4 декабря – это Международный день банков. Появился он недавно, в 2019 году. Поводом для этого стала программа устойчивого развития, которую разработали в ООН. Она включает в себя множество задач, которые к 2030 году должны помочь избежать мирового кризиса. Мы не будем вдаваться в такие тонкости, все-таки наша передача не экономическая. А вот о банках поговорим. Их история берет начало в 7 веке до нашей эры в процветающем Вавилоне. Здесь появились первые банкиры-ростовщики, выдающие суды под проценты. Тогда же появились первые банковские билеты, имевшие такую же ценность, как и золото. Ростовщики были и в Древнем Египте. Армия и военные действия съедали колоссальное количество денег, которых всегда не хватало. Фараоны обращались за помощью к ростовщикам, а те выдавали некое подобие кредитов. Кстати, слово «банк» имеет итальянские корни и происходит от «банко», что означает «стол». Первоначально банки производили размен крупных денег на мелкие, обмен монет и другие операции с наличностью. Но с развитием экономик разных стран первоначальные конторки существенно расширили список предоставляемых услуг. А в России сегодня День информатики. Праздник принято отмечать в образовательных учреждениях, где проводятся тематические уроки и акции «Всемирный час кода». Мероприятия направлены на развитие интереса к данной науке, а также повышение престижности IT-специальностей. История праздника начинается в 40-х годах 20-го века, когда в России появились публикации о вычислительных цифровых машинах. Тогда ими заинтересовался советский ученый Исаак Семенович Брук. Он стал участником научного семинара по этой теме и в августе 48-го года представил проект аналогового компьютера. Он был разработан совместно с инженером Арамеевым. Эта ЭВМ могла проводить до 20 операций в секунду, что было прорывом в области развития вычислительной техники в Советском Союзе. Наверное, сегодня в это трудно поверить, но компьютерные технологии в СССР были довольно прорывными. Например, первый компьютер, умевший производить до 10 тысяч операций в секунду, на территории Европы появился благодаря Сергею Лебедеву в конце 50-х годов. В истории нашего края 4 декабря 1965 года Магаданский облсполком принял решение об открытии профессионального торгово-кулинарного училища. Сейчас это профессиональный лицей номер 5. Первых учеников лицей принял в первой декаде декабря. За полвека подготовили почти 10 тысяч рабочих кадров. В распоряжении учебного заведения четырехэтажное здание с 16 учебными аудиториями, а также лаборатория, спортивные и актовые залы, библиотека и общежития. И, наконец, сегодня день заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. К этому времени в отделениях Почты России устанавливают специальные ящики, куда опускают письма и открытки именно для Деда-волшебника. В резиденцию российского Деда Мороза, Великий Устюг, каждый год приходят миллионы посланий. Для хранения рукописных заказов есть даже отдельное здание. Письма принимает и электронный ящик, а подарки просят не только дети, но и взрослые. Работники сказочной почты говорят, что запросы с каждым годом меняются. Вместо куклы или велосипеда теперь хотят смартфоны и электросамокаты. Только пожелания личного счастья или хорошей работы остаются прежними. На все письма помощники Деда Мороза обязательно отвечают. Кстати, вопреки расхожему мнению, психологи считают, что веру в сказочного волшебника в детях надо обязательно поддерживать. Это способствует гармоничному развитию личности. Совместно написанное письмо Деду Морозу может зарядить праздничным настроением всю семью. Родители узнают, что хочет ребенок на Новый год, а малыш потренируется в чистописании и формулировке желаний. У меня на этом все. Ну а в календаре еще тысячи интересных событий. Остается только вовремя запрыгнуть в машину времени. Редактор субтитров А.Семкин